здесь значит со всех сторон у нас горы и же находится и башня сеульская ребята вы смотрите какая крутая станция станция метро нашли остатки старого города них кофе со льдом сейчас снег идет история села насчитывает более 2000 лет правда назывался он на протяжении всего этого времени по-разному и ничего общего с современным названием не имел был столицей различных королевств которые находились на этой территории на протяжении веков как в европе габсбурге в англии виндзоры в китае мин в корее были свои великие династии можно выделить три села кори и чусон меня зовут егор и риме вы на моем одноименном канале о путешествиях в сегодняшнем выпуске погружаемся в прошлое и настоящее корее это первая серия моего знакомства с селом я тут остаюсь это у меня тут будочка снимать кэш там у меня кофейня а тут у меня метро короче иду я в метро сейчас еду в центр и так принципе в центре не чуть 10 минут надо проехать чуть дальше на пятую линию а а а а а а а Дестанция серии. Пожалуйста, выберите вашу дестанцию с помощью. Тану Хау-Ау Продолжение следует... так вышел я вот этот метро вот этот бетонная штука это метро дальше там театр вот он я здесь это центр искусств центр искусств не изобразительных а исполнительных для гуангамун стейшн это еще здесь площадь гуангамун тут у нас музей истории выше прямо показывает музей истории а слева сиул сити холл так а справа дворец 100 метров конце 19 века после сотен лет изоляции сеул открылся для иностранцев и начал модернизироваться он стал первым городом в восточной азии в котором одновременно были электричество троллейбусы и вода телефон и телеграф во многом это произошло из-за торговли с зарубежными странами включая францию из сша seoul electric company seoul electric trolley company seoul fresh spring water company все это было совместное корейско-американские предприятия 1904 году город посетил американец ангус гамильтон и сказал следующее улицы сеула великолепны просторны чисты сеул находится в пределах досягаемости от того чтобы стать самым высокогорным самым интересным и самым чистым городом на востоке на сегодняшний день сеул не только столица но и самый крупный город кореи его площадь 605 квадратных километров население почти девять с половиной миллионов человек а вся агломерация 26 миллионов что делает ее 9 по величине в мире еще это единственный стране город особого подчинения разделен он на 25 районов самостоятельным управлением древний сеул имела более традиционную структуру вместо современных районов в древности город был разделен на различные кварталы и улицы ориентированы вокруг исторически важных мест и зданий в разные периоды истории сеула могли существовать различные системы административного отделения в период династии чесон которая продолжалась конца 14 века до начала 20 века сил был разделен на пять крупных кварталов называемых донг по разным оценкам в чесонский период зеуле проживало от 100 до 200 тысяч человек но частые войны внутренние и внешние угрозы негативно влияли на численность населения здесь на площади я не знаю как она читается правильно пошла огромное слово гуанг гуанг вам у так скорее всего и здесь нашли короче делали раскопки археологи здесь нашли остатки старого города вот видите тут изображение стены ворота колодец дренажная система вот сейчас смотрите здесь получается так вот раскопки все вот эти вот где-то тут еще идут где-то еще идут раскопки и вот здесь сделали вокруг этого всего прикольное место площадь всякие вот статуи очень симпатичненько я вам скажу современном сеуле 25 административных районов и он сангу современный центральный район города считается что название его связано с драконами первое упоминание и он сам что значит дракон встречается в легенде о двух драконах из периода государства picture есть и другая версия касательно названия драконовые горы именно так назывались горы которые окружают данную местность все потому что их форма выглядит как дракон сам район поделен еще на 20 под районов которые называются тонн мы кстати с вами поднимемся на смотровую откуда открывается вид на весь сеул и окружающие его горы 1884 году данную зону провозгласили торговой территории где могли работать иностранные граждане спустя три года в этот район стали активно съезжаться с китая и японии и франции целью ведения здесь миссионерской и предпринимательской деятельности позже здесь появились пассажирские рейсы на пароходах а потом построили теологическую школу первую в стране семинарию здесь же драконьем районе находятся посольства и дипломатические представительства двадцати восьми государств сейчас этот район современное место где по большей части находится кафе рестораны и магазины но также тут есть и первая в корее мусульманская мечеть которую построили в 1969 году на севере района куда я как раз приехал на автобусе находится одна из природных достопримечательностей гора нам сан на ней расположена телебашня and seal tower сил ребят со всех сторон окружают горы вот я кстати на одну из них поднялся это и парк и гора нам сан как бы гора это громко сказано горка 270 метров и и высота здесь куча всяких троп для хайкинга где по сути как бы она выполняет роль и горы и парка здесь же находится и башня сеульская она еще двести с чем-то метров в высоту там же есть и ресторана ну как это часто бывает в башнях вот чтобы покушать с видом правильно здесь значит со всех сторон у нас горы и очень прикольно что здесь вот на смотровой здесь же автобусная остановка останавливается значит здесь у вас показан город немножко я отражаюсь видите и здесь показаны горы которые окружают значит seul вот самая максимальная 837 837 метров да то есть максимальная гора даже километра нет высоты вот гора вот гора всех перечислять не буду их смысла в этом я не вижу еще гора еще гора еще 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 и короче вот горы все вокруг города вообще раньше они выполняли значительно раньше выполняли функцию защиты для города то есть город находился и кстати вот частном тоже дворцы которые исторические храмы они находятся в долине внизу а гора это такая по сути защитная функция была у них дракон важная часть корейской мифологии в легендах является символом мощи мудрости и благополучия он часто ассоциируется с водой дождем и облаками играя ключевую роль в поддержании баланса и гармонии природы считается хранителем воды способна вызывать дождь что критически важно для сельского хозяйства таким образом дракон символизирует плодородие процветания драконы также рассматриваются как защитники способные отгонять злых духов и принести благополучие в дома и сообщества они часто изображаются как существа обладающие глубокими знаниями магическими способностями одна из известных корейских легенд рассказывает о короле мунмёнги основателя государства гугюрё который считался потомком божественного дракона его мать по легенде забеременела когда проглотила свет от маленького дракона драконы часто встречаются в корейском искусстве и фольклоре на их изображения украшают дворцы храмы и даже национальную одежду они олицетворяют силу духа корейского народа и его стремление к мудрости гармонии с природой корейские драконы кстати отличаются от китайских и японских одно из отличие это пальцы на лапах у одних их три у других четыре у третьих и вовсе 5 ребята уже другая страна я вышел на такой вот мостик мостик этот находится прям под сеульской башни может подняться наверх но можно и не подниматься но я вам советую пройти сюда вот к этому мостику поднимитесь здесь вы не заблудитесь все это сделать очень просто но если вы смотрите это видео про сеул я думаю что вам просто поинтересен силу чем-то и корея целом отсюда вообще открывается отличный вид несмотря на то что сейчас вот так вот пасмурно срывается снежок значит это другая сторона и вот это вот гора на как бы в центре и из этой горы с нее вид по сути практически 360 и видно насколько большой силу а он большой кричит эта гора в центре здесь дальше силу и за ним еще горы которые его так окольцовывают квартал кван джингу один из старейших кварталов сеула в период трех государства этот район был вместо постоянных баталий между войсками кугурю села и пикче на сегодняшний день район стал образовательным тут то находится более 40 образовательных учреждений у меня есть второй канал про зарубежное образование где вы можете подробно посмотреть выпуск про учебу в корее также не забывайте заходить на наш сайт про зарубежное образование мы сами организуем детские лагеря и помогаем с подбором школ и вузов за границей сайт показан ниже видео еще один древнесеульский район табангу считается что первые люди здесь появились еще доисторические времена хотя документальных подтверждений этому нет впервые территории упоминали в исторических записях государства пикче при этом с древних времен район был известен выгодным стратегическим расположением так как находился он между двумя горами табансан и сураксан а также располагал хорошими условиями для земледелия в этом районе находится довольно много различных достопримечательностей на одной из вершин табансан находится буддийский храм который был построен в момент правления сэндок королевое государство села в 639 году а вот этот дядечка ребята это у них известный адмирал который 16 веке воевал с японцами здесь много вот таких вот всяких надписей о том как проходила война то есть здесь можно посмотреть даты как чего что происходило короче какая битва была сколько там он разбил кораблей японцев короче здесь вот эта вот история про этого адмирала потому что он он ну естественно как очень важный важный адмирал победитель у них которые ну собственно говоря защищал корею корейцев район инсандонг это улицы традиционного искусства и визитная карточка кореи главная улица здесь инсандонг киль она соединена с множеством переулков ведущих вглубь района с современными галереями и чайными лавками раньше там располагался самый большой рынок антиквариата и произведение искусства в корее особой популярностью тут пользуется тангунгван старейший книжный магазин сеула район довольно популярен не только у туристов но и у высокопоставленных лиц из-за границы его посещали елизавета 2 а также принцесса испании нидерландов это уникальное место она показывает культурную историю корейских наций многие здешних традиционных зданий ранее принадлежали купцам и чиновникам и здесь до сих пор можно увидеть некоторые резиденции которые были построены для отставных правительственных чиновников период час он после окончания корейской войны этот район стал центром художественной жизни южной кореи и культуры кафе них кофе со льдом сейчас снег идет мелкий идет снег сам факт и я еще заходил кофейню причем выпить не успел короче взял кофе и у меня автобус подходил и я с полным бокалом кофе иду в автобус и мне водитель такой нет типа гается стаканом нельзя мне пришлось я купил кофе вот такую капучино и мне пришлось его оставить короче там на лавочке да и к чему я это я не про к тому что я капучино взялся в себе и оставил а я к тому что я когда брал кофе 5 людей из 6 я 6 был взяли со льдом я села ванта был спресса плеси и едем дальше торговая улица мендон на ней находятся целых три станция метро разных веток с корейского названия улицы переводится буквально светлый район здесь проживает около 3000 человек большинство из которых торговцы здесь самая дорогая аренда что логично это главный торговый район на сеула какие магазины здесь можно найти да все lacoste ralph loren h&m zara 21 bulgari louis vuitton и прочие ну и конечно корейские бренды включая любимую вашу косметику рядом что тоже логично находится финансовый центр сеула и корейская фондовая биржа штаб-квартира сети банковской корпорейшен кокмин банка корей exchange bank loan star fans суме тома митсу и banking corporation и айджи корея иншуренс ханна банк и эйчэс биси ребята вы смотрите какая крутая станция до станция метро это спуск станцию метро здесь только вот я спустился там ход причем так широченный огромный широченный вход здесь не спускаете здесь какие-то книжечки столики стульчики то есть даже больше похоже чем-то на библиотеку еще такую интерактивную с подсветками с такими классными и дальше еще там зоны типа как каворг из этом все написано на корейском я не понимаю что это но очень классно очень крутая такая современная хотя слова современная это конечно и современная плюс я не знаю какая у туристичная что туристичная больше вот вот так наверно подходит очень классно сделано йойда остров на реке хан и главный финансовый и инвестиционный банковский район сеула его площадь чуть больше 8 квадратных километров а проживает здесь около 32 тысяч человек здание национальной ассамблеи корейская ассоциация финансовых инвестиций штаб-квартира элджи одни из самых высоких небоскребов сеула и вообще кореи башни международного финансового центра сеула башни федерации промышленности корея и здание 63 building 63 square все это здесь последнее было самым высоким зданием за пределами северной америки на момент его открытия в 1985 году а еще вторым по высоте по золоченным зданием в мире после гранд лесбоа в макал и только в 2009 году его обогнала торговая башня с северо-восточной азии международный финансовый центр сеула айф си коммерческий комплекс площадью полмиллиона квадратных метров здесь находится офисные помещения торговый центр айф символ сеул конрад пятизвездочный отель со стоимостью стандартного номера в 500 евро за на стандартный номер здесь имеет площадь почти в 50 квадратных метров а пинхаус все 288 чтобы из окна открывался красивый вид на реку то придется доплатить еще 200 кстати если верить географическим записям 16 века то район юэйда изначально использовался в качестве пастбища для овец и кос можете представить как все это выглядело скажем так в до небосквариевское время да и в целом территория была по большей части необитаемой песчаной косой пока не был построен первый аэропорт на территории страны в 1924 году сейчас в сеуле есть два аэропорта инчхон куда я прилетал и ким хо инчхон находится в 70 километрах от столицы в одноименном городе инчхон это самый крупный авиационный узел страны и один из самых крупных аэропортов в мире также он получал высший рейтинг то есть пять звезд по мнению британской исследовательской компании sky tracks а в 2009 году в их рейтинге он занял первое место обойдя все мировые аэропорты привет вы поняли это перчатка форме мысли перчатка форме перчатки это градусник форме перчатки я сначала не понял потом как понял вот вот так вот так вот так вот перчатка такая огромная и парень там корейский чудо вещает суета какая-то короче градусник и непонятно сколько показывает какая-то температура температура непонятно раз мы говорим о финансах то имеет смысл упомянуть район богачей и вы сто процентов слышали его название это район каннамгу а слышали вы о нем из известной песни корейского исполнителя писи white gangnam style лакшери life которые живут корейцы в каннамгу на сленге называют каннам style что стало синонимом гламура туз и всяких понтов здесь живут обеспеченные люди и сосредоточены офисы компании hyundai представительства google ibm и toyota каннамгу можно сравнить беверли хиллс калифорнии или 5 авеню в нью-йорке кстати изначально писи уай не планировал выходить за пределы южной кореи со своей песней но в итоге она так завирусилась что принесла ему в общей сложности 5 миллиардов просмотров на youtube и миллионы долларов прибыли но вот вам настоящий гангнам стайл и и Субтитры подогнал «Симон»